Призрак бродит по России. Призрак главных врагов Путина. Евгения Пригожина и Уткина, Вагнера. Вы посмотрите, какой памятник приготовили им зет-патриоты в России. И вот-вот установят в Краснодарском крае, говорят, в часовне в горячем ключе, там, где часовня ЧВК Вагнер у них есть. И местные власти уже отреагировали на эту новость, сказали, а мы ничего не знаем, мы не согласовывали памятник, а к нам и не обращались, а не надо к нам обращаться. А что, ну мало ли, каждый человек на своем участке может ставить памятник кому угодно, это же не общественная зона. О, горячий ключ, как это смешно. Я представляю, попробовала бы эта мэрия что-нибудь вякнуть против памятника, к ним бы уже бы сейчас залетело бы из гранатомета, а может и из чего похуже. Ну вот у меня вопрос, конечно, возникает, когда лучше этот памятник открывать? Вот прям 17 марта, в день выборов Путина? Или же 15 марта? Ведь, как мы знаем, три дня голосования там будет, да? Сейчас мы этот вопрос будем обсуждать с Сергеем Асланяном, моим братом по разуму, но прежде чем мы это обсудим, я хочу вам показать видео, чтобы вам не казалось, что все в России так грустно, так пессимистично, так безнадежно, и вот уже вагнеровцы вылезают из могилы и скоро будут править Россией. Вот посмотрите, жизнеутверждающее видео, флаг Швеции поднимается в штаб-квартиры НАТО. Помните поговорочку, в самом начале войны она появилась, а теперь лишь только НАТО остановит НАТО, да? Какого? Тра-та-та-та-та, поняли, да? Матом мы не ругаемся, а теперь лишь только НАТО остановит тра-та-та-та, да? Этот стишочек мы разучиваем вместе с детьми, потому что, вы обратите внимание, шведы какие, а? У них и флаг цвета, украинского флага, а? Это они знали заранее, специально готовились, понимали, что им вместе придется противостоять мировому злу. Я вот не знаю, в каком веке этот флаг Швеции нарисовали, но цвета очень правильные. Странно, что этот флаг до сих пор не объявили экстремизмом в России, знаете, как демонстрация экстремистской символики. Вот, ну, конечно, НАТО со своими оркестрами выглядит немножечко смешно, в то время как украинцы воюют, а там в НАТО сплошные заседания, но все равно, да? Знаете, этот символический жест, он как бы, нет, он не вправит мозги Путину, безусловно, и не вправит мозги его комарильи, да? Но кому-то в России немножечко мозги вправят, и поэтому этот флаг, так сказать, Путин, когда начинал войну, что он говорил? А, в интервью к Такеру Карлсону он так и сказал, что Такер Карлсон процитировал Путина, что Путин перед самым началом войны заявил, что НАТО собирается расшириться, и это абсурд, сказал Такер Карлсон. А Путин говорит, что такого не говорил. Не-не-не-не, НАТО не собиралось расширяться на Украину. Ну вот и прекрасно. Эта дискуссия, видите, два года назад уже проехали, потеряла всякий смысл. И что касается Пригожина, то сейчас удивительным образом вдруг весь мир обнаружил, что он одно лицо с Папой Римским. Посмотрите. И я должен предположить, и я думаю, что эти предположения уже пишут и без нас, покажите нам эти два лица, как похоже, близнецы-братья. Возникает подозрение, что Пригожин жив. И он иногда то ли работает двойником Папы Римского, то ли уже полностью заместил Папу Римского. И это какая-то спецоперация. Чья? Мирового? Кого? За кулисы? Какой за кулисы? Вот Сергей Асланян присоединяется к нам, а то, Сереж, я еще намелю сейчас чего-нибудь лишнего. У тебя продолжу эту игру. Здравствуйте, соратники, здравствуйте все. В Аргентину, как мы помним в свое время, усло очень много фашистов. У нас нынешний Папа Римский, он аргентинец. И когда я был в Аргентине, то я в том числе имел общение с разной прессой местной. И ко мне когда-то раз подошел журналист аргентинский, такой голубоглазый блондинчик. У него какой-то бэджик был, что-то типа там Мартин Борман, там что-то, какой-то Буэнос-Айрес-Ньюс. Он так подошел ко мне, посмотрел и говорит, ну че, русские, да? А помнишь, как мой дед твоему деду под Сталинградом-то вломил? Еще я сделал вывод, что у них в Аргентине свой учебник истории, в котором, видимо, немцы победили, в результате чего они все благополучно оказались в Аргентине. Сереж, прости, ты не прикалываешься? Это не анекдот? Реально он такое тебя спросил? Да, да, да. У каждого свой учебник истории. И поэтому у немцев, которые после 1945 года остались, например, не под оккупантами и не на тех территориях, где шла война, а уехали за границу, они с собой забрали исторический период победоносного присутствия фюрера на планете Земля и из поколения в поколение рассказывали легенды. Если посмотреть, то, в принципе, все народы и величия которых под большим сомнением, особенно если они живут не на своей исторической территории, подпитываются сказками на тему о том, как мы когда-то владели всем Черноморским побережьем. Посмотри, например, на историю любого кавказского народа. Они, во-первых, каждая маленькая деревня — это отдельная национальность, неважно, кто они. Но и каждая деревня расскажет тебе, что, во-первых, наш король, наше королевство, наш алфавит и наш этнос владели всем Черноморским побережьем, Ной в обязательном порядке у всех. Если ты чеченцам, не дай бог скажешь, что Ной не был чеченцем, тебя зарежут прямо там же. Потому что все чеченцы знают, что Ной был чеченцем. То же самое знают грузины, армяне, даргинцы, киликийцы. Все остальные точно знают, что Ной был наш. И вот у них своя история. И поэтому в Аргентине у немцев была своя история. Единственное, у кого не было своей истории, это я общался с потомками белогвардейцев в Аргентине. Вот у них была общая история. Они знали, кто они, они помнили, кто они. И они помнили ту печальную страницу, по которой они оказались в Аргентине. А я в Аргентине был в составе команды Camel Trophy. И на Camel Trophy на всех обязательно бейджик с нашивкой из какой-то страны. Поэтому на мне было написано «Россия». И я шел когда по Буэнос-Айресу или там по Игуасу. Ко мне из толпы выходили люди и пытались со мной говорить на русском языке. На той версии, носителями которой они были. Потому что у них дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки были русскими. Они, конечно же, уже аргентинцы. Причем очень такие цивилизованные. Они все ни в коем случае не принадлежали какому-то кругу люмпинов. Потомки русской белогвардейской эмиграции в Аргентине, они все на очень хорошем, таком среднем, приличном уровне. Это были, как правило, очень приятные люди. Они все несли в себе еще восприятие России и русских по своим лекалам. Любой русский им касался как минимум потомкам того дворянства, того белогвардейства. И поэтому разговоры с ними всегда были чрезвычайно тактичными, очень интеллигентными. И вот без слезы они не несли в себе ноту ужаса в связи с потерей России. Они уже так или иначе приспособились, но они очень четко знали, что они потомки белогвардейцев и ни в коем случае не красноармейцев. Они очень четко разделяли Российскую империю и Советский Союз. Я-то там был в то время, когда уже Советского Союза, естественно, не осталось. Комолтрофия не мог быть при советской власти. Но они точно знали, что есть очень большая разница. И в тот момент еще не было объединения церквей. Была Российская Православная Церковь за рубежом. Это была совершенно другая. Там не было полковников КГБ. Там были пастыри только исключительно из, уж если военные, то потомки Вооруженных сил Юга России, РОВСа, Русского общевоинского союза. Это были люди-носители совершенно иной морали, иной культуры и иного учебника истории. А немцы, с которыми я встретился в Аргентине, они точно знали, что они выиграли Вторую мировую. А здесь, в Аргентине, они просто по туристической путевке остались. И Пригожин, продолжая эту игру, очень неслучайно похож именно на тех людей из той страны, на того человека из той страны, которая охотно принимает и сейчас абсолютно всех беженцев. И российская диаспора релакантов, нынешняя аргентинская, очень серьезная, масштабная. Потому что Аргентина — это такая ласковая, широкомасштабная, прижимающая к сердцу страна абсолютно всех без разбора. Поэтому там, если мы помним, и наркотики ФСБ вывозит бортом номер один, и подводными лодками, когда утонула аргентинская подводная лодка, почему-то ее краснозаменный флонт искал советский, а отнюдь не аргентинский. Потому что что там делала эта подводная лодка в прибрежных водах Аргентины? И Аргентина принимает по-прежнему и белых, и красных, и гитлеровцев, и тех, кто был против него, и тех, кто за Путина, и тех, кто против Путина. Из-за чего эта страна становится, с одной стороны, она очень легко дает паспорт прибежищем, а с другой стороны, она паспорт дает и легализует, в том числе, агентов ФСБ. Поэтому, оказавшись в Аргентине, ты не остаешься в безопасности, но, по крайней мере, ты остаешься на очень безопасную дистанцию удаления от Родины. У которой, как известно, щупается и намерение по всему земному шару. Ты знаешь, я вот сейчас на фоне вот этой вот удивительной совершенно фотографии, две фотографии, калаш, Папа Римский, должен сказать, чего Папа Римский на днях наговорил. От этого просто, ну, вся Украина офигевает, ну, я тоже. Ты понимаешь, что он сказал? Цитата. Надо иметь смелость вести переговоры. Это про Украину. У корреспондента глаза квадратные, он говорит, подождите, чтобы поднять белый флаг и капитулировать. Нет, не капитулировать, говорит Папа Римский. Нужно думать о людях. Цитата. Когда видишь, что терпишь поражение, представляешь? То есть он утверждает, что Украина терпит поражение. Где? Под Авдеевкой? Где там на километр русские войска продвинулись за полгода? Слушай, я просто вот это все прочитал несколько раз, посмотрел вот на этот вот калашик, Пригожин и Папа Римский и думал, как бы так вот не наговорить лишнего, все-таки уважаемый, не оскорбить бы чувства верующих. Но я вот думаю, кто из них хуже. О, я придумал формулировку, Сереж. Кто из этих людей хуже? Их невозможно взвесить на весах хуже лучше. Ну ты правильно боишься сожжения тебя на главной площади, на костре? Потому как если уж предадут анафеме так максимально ярким образом. Но пожилые люди, они, когда в своей должности доживают до гробовой доски, чудят, конечно, безмерно. И понятно, что понтифик, которому сейчас уже слишком много лет, он с трудом ходит, он практически не стоит. Он же в инвалидном кресле в основном перемещается. Ясность мысли и понимание геополитических событий на сегодняшний день утратил. Остается просто уважаемым человеком. Но чем и хороша его должность? Даже когда он не настолько разборчив в политике, это всерьез никому не может помешать. Знаешь, я хочу, чтобы нам сейчас показали видео «Ночь в Харькове». Очередной прилет. И это вот прям к Папе Римскому монтируется. Я прям на фоне этого видео, что там в Харькове ночью творилось в очередной раз, расскажу, что, на мой-то взгляд, Папа Римский, это он не на старости лет выжил из ума. Это Папа Римский провозглашает повестку современного Запада, у которого главное не напрягаться, у которого главное не дергаться, главное не применять силу. Больше всего они боятся применения любой силы против любого зла. Главное – обеды, ужины и танцы. И еще день простоятия, ночь продержаться. И, собственно говоря, так ведут себя все политики. И в Америке, и в Европе. Ну, в Европе не все зря обидел. Сейчас у нас будет президент Чехии Петр Павел, который очень достойный мужик. А вот это вот прилет, видишь, герань очередная в Харькове, все горит. И поэтому, когда ты говоришь, ну, ты так прям, мягко говоря, даже отмазываешь этого Папу Римского. А он на самом деле абсолютно в мейнстриме вот этой страшной политкорректности, которая на самом деле... Когда Папа Римский, как он тут говорит, надо думать о людях. Вот когда прилетают вот так ракеты, Папа Римский думает о людях? Чтобы ракеты не прилетали, что надо делать? Вести переговоры? Ну, это просто смех в Кремле будет. Если я думаю, когда Путину рассказывали, что Папа Римский предложил вести переговоры, ох, он ржал. Он прям, так сказать, у него резко повысилось настроение. И он пошел плавать в бассейне совершенно с другими, так сказать, чувствами. Знаешь чего? Тут важная новость еще, что русские стали применять бомбы ФАП-1500, полторы тонны. И сейчас нам с тобой покажут видео, два видео. Значит, вот это взрыв, это такой бомбе в Углидаре. Полторы тонны, это очень мощная штука. От этого говорят, ну, просто, так сказать, кто там в радиусе оказался, контузило всех. А второе видео, это воронка под Авдеевкой, где корреспондент ходит и просто обалдевает. Вот такая полутора тонна бомба. Это вот я сейчас говорю, чтобы все помнили, а Папа Римский предлагает вести переговоры. Ага. К тем, кто решил, что теперь бомба в полтонну мало, теперь нужно бомбочку в полторы тонны пулять. Чтобы, так сказать, как бы Папе Римскому, да, переговоры лучше велось. Нет-нет, Сереж, это прям вот, это стратегическая линия Запада. Прямо политическая, идеологическая, какая хочешь. Конечно, мы видим, что сейчас миру не повезло, потому что в этот переломный момент лидеры стран оказались слабаками абсолютно все, как на подбор, и серьезных игроков не осталось, потому что людей, фигур, которые выиграли Вторую мировую, рядом-то нету ни одного. Нету ни Деголя, ни Черчилля, ни Рузвельта. И поэтому Путин, собственно, и позволил себе войну, понимая прекрасно, что его оппоненты в первую очередь будут менять памперсы и пытаться как-то сманеврировать, чтобы их экономика не ухудшилась, потому что у них есть электорат, и неважно, что происходит с войной. И когда Папа Римский был действительно лидером общественного мнения, когда Папа Римский действительно управлял миром, тогда на него было устроено покушение, потому что это был король Байтыла, это был Иоанн Павел II. И вот именно тогда, выводя Польшу из лагеря социализма, религия играла огромную роль, и Папа Римский был ключевой фигурой на уровне политика международного масштаба. Папа Римский тогда, Иоанн Павел II, был по своей значимости, весу и результативности превосходящим, чем ООН. Он делал больше, мощнее, серьезнее и осмысленнее шаги, чем позволял себе Организация Объединенных Наций. И вот именно тогда, почему-то вдруг турки решили, что им пора убить этого самого человека, и был нанят, это очень интересная была спецоперация, как КГБ нанимал болгар, которые договаривались с турками для того, чтобы убить Иоанна Павла II. И это покушение, тем не менее, не привело к его гибели, и политическая интрига была доиграна, но Павел II был человек, управлявший миром. И это была фигура, которая в состоянии была вырвать из зубов социализма Польшу, причем настолько грамотно это сделать, что и поляки, которые прекрасно вместе с ним тоже боролись за свою страну, все в совокупности разложили пассианс таким образом, что не произошло в Праге 1968 года, потому что ведь российская реакция всегда — это сначала танки, а потом разберемся. Это мое, ты не смеешь. У нас освободительные походы Суворова в Европу, они были под каким соусом? Это было кровавое подавление революций? Россия всю жизнь такая, и Польшу вывести из-под удара и возможности получить русские танки, это было очень серьезное маневрирование, и Иоанн Павел II был блистательным в этой роли. А нынешний понтифик, он пожилой, у него свое видение мира, именно в силу того, что возраст у него, и, конечно же, он абсолютно удобен всем, потому что вместе с мировыми лидерами Европы и планеты Земля об одном и том же. Поставь вторую щеку, и давайте переговариваться с гопником, пусть он пока вас режет по кусочкам, вы с ним будете разговаривать вежливыми словами о том, что если можно, глазки не выкалывай, и, пожалуйста, горлышко тоже мне не перерезай. Но сейчас появился Макрон. И почему Макрон перепугал весь мир, почему Макрон перепугал своего министра обороны, и почему Макрон перепугал своего министра иностранных дел? У Франции есть документ, называется «Белая книга». «Белая книга» была написана о войне с Советским Союзом. Это оборонная доктрина, на самом деле не оборонная, а военная доктрина Франции. Франция — одна из немногих стран, которая не называет свое министерство Министерством обороны. Франция не прикидывается, будто бы у него войска для того, чтобы обороняться. У Франции войска для того, чтобы быть первыми. И в «Белой книге», у них, кстати, министерство называется «Министерство вооружённых сил». И у них не министр обороны, у них министр вооружённых сил. И в «Белой книге» написано, а нынешняя редакция, последнее обновление, 2008 год, написанная при Саркази. Саркази был очень задиристым мужиком. И как президент он был, вот он сейчас бы очень пригодился. Макрон, который целых два года звонил Путину, потом перед своей паствой радостно докладывал, что смотрите, я позвонил по телефону на войну, смотрите, какой я герой. А вот теперь он понял, что воевать придётся только ему. Почему перепугались министра? Так нам сейчас покажут прям мем. Вот когда ты говоришь, я бы думал, что режиссёры догадаются показывать, Серёж, извини, что я Макрон, так сказать, в 22-м, Макрон в 24-м. Это вот в Украине мем такой гуляет. Абсолютно правильный. А зачем он сейчас заговорил так резко и, так сказать, прям весь такой воинственный? У тебя есть версия? Здесь есть несколько ответов на вопрос, почему. Во-первых, потому что Макрон понял, что воевать будет только он. Шольц не будет, Сунок не будет, никто не будет. И сейчас ведь не случайно Майя Санду прилетела к нему во Францию, и они договорились о присутствии украинского контингента, французского контингента в Молдове. Молдова теперь стоит под защитой вооружённых сил. Никакого-то абстрактного НАТО, ни этих слабаков. Она стоит конкретно под защитой Франции, которая заявила за две недели до этого свою решимость войска свои выдвинуть в Украину. Что означает присутствие французских войск в Украине? Людям, которые видят окопную войну, кажется, что это всего-навсего в окопы Макрон посадит своих солдат, чтобы их точно так же заваливало российским артиллерийским огнём. Нет. В белой книге Франции написано, что Франция начинает с тактического ядерного удара для того, чтобы показать серьёзность своих намерений. И если не поняли, тогда стратегически. Французская армия бьёт первой. Французская армия не сидит в окопах. И когда Макрон приходит в Украину, это означает, что Макрон... Кстати, Макрон один из тех... Франция — это страна, которая не поддерживает НАТО. Франция не входит в штаб НАТО. Франция даёт им часть бюджета, она даёт им 5000 своих человек. Она, пожалуйста, распортировывает их, если что, контингент присутствует. Не вопрос. Они не оглядываются на НАТО. Франция воюет в одиночку. У Франции в белой книге написано, что мы бьём первыми. И когда Франция приходит в Украину, там, конечно же, негде разгуляться ядерным оружием. Понятное дело. Но Франция никого не спрашивает. Она не говорит, а вы не могли бы нам дать хаймарсы? Ой, пожалуйста, нам Шторм Шэдоу пришлите. А может быть, у вас парочка Таурусов? Нет. Украина... Франция — это страна с фантастическим оборонным потенциалом. Франция — это страна, которая полностью закрыта ПВО. Франция — это страна, которая производит все виды оружия, какие только бывают. Франция делает ядерные авианосцы, которые ещё делают кроме них в мире только Соединённые Штаты Америки. У Франции свои танки, свои ракеты, свои снаряды, свои броневики. Каждый солдат Франции экипирован и обучен так, как не умеют в НАТО. И когда сейчас Макрон заявил, что французские солдаты вступят в украинскую землю, это означает, что он не сядет в окопы под убийство новогодней российской артиллерии. Это значит, что Франция, войдя в территорию Украины, начинает решать вопрос на фронте стратегически. Она тут же уничтожает Белгород, Курск, Калугу, Энгельс, базирование, склады, авиацию, танки, потому что тем самым она отодвигает линию фронта, войсковой подвоз. И именно поэтому перепугались оба министра французских, потому что они тоже читали эту белую книгу. Они знают, что там написано. Мы не спрашиваем никого. Если мы говорим «да», мы бьём первыми. А ещё у французов есть самое страшное подразделение мира — французский иностранный легион. Когда американская Дельта, морские котики пытаются показать в кинематографе, что они круче, это ровно до тех пор, пока не появляется рядом французский иностранный легион. А ещё у французов и у Бакрона, погоди, есть совершенно фантастическое подразделение со своим генералом, которое официально называется «кибервойска». Они кибервойсками своими пользуются по прямому назначению в протяжении последних 20 лет. Во всём остальном мире это мем такой. «Ой, это, наверное, кибервойска с дивана встали. Ой, они сейчас нажмут кнопочку и войну выиграют». А французы — это как раз те, у кого американцы переспрашивают. Они говорят, «Слушайте, у нас тут какая-то разведсводка пришла. Вы не могли бы уточнить, что мы такое перехватили?» И когда Францию недооценивают, все говорят, «Слушайте, 200 тысяч человек, всего 400 танков, ну, всего лишь 290 боеголовок ядерных. Ну, с кем вы будете?» Это смотря как. Если в окопах под Авдеевкой, то, конечно же, результата не будет. А если так, как написано в «Белой книге», ну, вот это может напугать любого министра Франции, потому что он прекрасно знает, что будет дальше. Поэтому сейчас они разделились. Макрон говорит о том, как он себя набьёт мурну, а два министра сглаживают углы и говорят, «Нет, нет, вы не так поняли, погодите. Ну, мы там просто, два сапёра приедут, сейчас там на Панаре приедут на бронеавтомобиле, ещё один наш главком посмотрит в дачу из бинокла. Ничего страшного». Да нет, вот теперь уже серьёзно, потому что Макрон понял, врага надо деморализовать и объяснить ему суть происходящего до того, как ты пошёл ему бить морду. И почему Путин на Макрона ответил своим генералам из Академии, которые что-то такое промямлилили, «Да-да, мы тоже готовы, если что». До этого кто бы что бы ни говорил, Путину было всё это плевать. Ровно до тех пор, пока Макрон мне сказал, «А вот теперь я». А Путину тоже доложили. Путин понятия не имел, что существует на свете белая книга. Ему пришли и сказали, «Владимир Владимирович, тут такая неприятность, вы знаете, у них всё это написано». И там написано, что они в рожу бьют первыми. Вот проблема в том, что прямо сейчас в бывшей французской колонии Гаити происходит эвакуация американцев, французов, немцев, все призвали. То есть там очередной переворот в этом, так сказать, несостоявшемся государстве, нищим, разрушенным землетрясением, разрушенным всеми диктаторами, которых поддерживал, так сказать, Франция и учила их лучших в своих академиях. И, к сожалению, там нет французского легиона. А до этого, как мы с тобой полгода уже наблюдаем, Франция одну за другой теряет государство в Африке. И, собственно говоря, и раньше эти государства были не под французами, к сожалению, да. Поэтому, но не буду спорить, в конце у нас будет Гаити. Ты как специально прям подготовился. У меня прям два видео из Гаити и так далее. Почувствуем Францию в конце программы. А сейчас в Европе, кроме Макрона, есть более симпатичный лично мне человек. Это президент Чехии Петр Павел, которого нам сейчас покажут, который заявил о том, что вот уже 800 тысяч снарядов поступят в Украину в ближайшие несколько недель. Потому что Чехия собрала 2 миллиарда евро на эти снаряды. Не дожидаясь никаких чиновников американских, евросоюзовских, ничего. Вот они выступили с инициативой, собрали. Это называется политическая воля. Вот этот человек, Петр Павел, проявил политическую волю в правильном направлении. Что надо собрать денег и купить снаряды. И не говорят, у кого купят. Потому что я думаю, что многие страны, у которых покупают эти снаряды, по разным причинам хотят еще отсидеться, не ссориться с Россией. Поэтому об этом ничего не сообщается. Но нам сейчас еще покажут армию Чехии. Ты вот сейчас очень сильно нахваливал нам французов, которые у меня не вызывают. А вот Чехии, по-моему, кстати, это вертолетик наш российский. Вот там летает у них. Это уже не наш. То есть я вот не пойму, но это тебе виднее какие. Почему я это показываю, это видео, пусть оно крутится, потому что Петр Павел буквально вот не 5-6 назад заявил, что войска НАТО могут быть в Украине. Какие проблемы? Но они там будут нести вспомогательную функцию. И вспомогательная функция – это не нарушение никаких международных договоров. Более того, Петр Павел сказал еще более поразительную вещь, что тысяча НАТОвских там солдат, специалистов, инструкторов уже находятся и работают в Украине с 2014 года. Он говорит, что они там обеспечивали учебные функции, и они из 15 стран. Ну, раз он сказал, то я тоже могу рассказать, что мне украинцы рассказывали, как у них там в Тире, в Киере тренировались американские спецназовцы, выносили все мишени, а потом просто платили за то, чтобы мишени были новые, потому что, ну, как бы в этом Тире не принято стрелять из такого крупного калибра, из которого стреляли эти ребята. Я никому не говорил, потому что думал, ну, это какая-то внутренняя информация, мне, значит, украинцы по дружбе рассказали, а теперь, когда Петр Павел говорит, что тысяча человек в Украине из 15 стран, я повторяю, вот такие, вот, да, вот они так и выглядят, эти бойцы, инструкторы, американские, там, немецкие, наверное, французские, а скорее чешские, я думаю. Вот они с 2014 года украинскую армию учат, 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 и научили. Ох, научили, Сереж. Добавь чего-нибудь. Мы к чехам по инерции относимся с позиции Великого Советского Союза, и поэтому упускаем очень важные нюансы. Чехия — удивительная страна. Мы помним, как у них проходила бархатная революция, как Гавил, про которого все сказали, что Гавилу повезло с народом, а народу повезло с Гавилом. И как Чехия и Словакия, выходя из социализма, как они аккуратно провели свой бракоразводный процесс, оставшись друзьями и партнерами, не то что кровью не пролив, а даже голос не повысит. А вот сейчас, когда мир под уничтожение Путиным обречен однозначно, только Чехия взяла и президентом своей страны, проявив невероятную мудрость, назначила человека, которого мы знаем, как Петр Павел. Тут довольно занято, конечно, на русское ухо, когда два имени и ни одной фамилии, но только это генерал Петр Павел. Это не гражданский человек. И в этой ситуации, когда война... Она его сейчас покажет, я надеюсь, вот в этом окошке будет не только армия стрелять, но и Петр Павел, извини, что прервал. Красавец и чрезвычайно фотогеничный, как голливудский актер, президент страны, чрезвычайно нужный именно сейчас в роли президента. На сегодняшний день президентом страны должен быть генерал. И, сильно подозревая, через какое-то время мы увидим, что это второй Манергей, потому что он свою страну будет спасать. И он прекрасно понимает, что воевать нужно, помогая всеми силами Украины, не пуская врага на свою территорию, потому что враг на эту территорию метится и через какое-то время пойдет, если не дать украинцам возможности победить его на дальних поступках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok